Всем привет! Добро пожаловать на канал Иной Гейминг Ченнел. С вами Иной. Сегодня я предлагаю обратить свой взгляд на проект Kingdom on the Fire 2. Если кто-то у нас впервые на канале, то напомню, что в декабре 2017 года я выпускал свой обзорный ролик по данной игре. И его ключевым посланием было следующее. Интересует игрушка? Да, придите, поиграйте, обогатите свой духовный ММУ мир, но на этом как бы и все. Ничего не вкладывайте, никаких наборов не покупайте, игровым магазином не пользуйтесь, чисто для себя и чисто по фану. Чтобы проект заслужил денег, он сначала должен заслужить вас. А если этого не произойдет, то, к сожалению, в будущем не будет. Что ж, пришло время поговорить о будущих сожалениях. Давайте восстановим хронологию событий, чтобы иметь более четкую картину происходящего. С 19 по 24 октября 2017 года проходил первый закрытый альфа-тест Kingdom on the Fire в России. Что из этого вышло, вы можете увидеть в рекомендованных видео в самом конце данного ролика. С 10 по 13 ноября того же года провели второй закрытый альфа-тест. Затем прошло два этапа закрытого бета-тестирования. Первый с 13 ноября 2017 года по 5 февраля 2018 и второй с 15 марта по 8 апреля. Затем должен был пройти открытый бета-тест, который откладывали три раза. Три раза. Таким образом возникает вопрос, а что, собственно говоря, пошло не так? Дело в том, что данной игре уже не первый год, и она была великолепно оптимизирована в Азии, где и проживала все это время до закрытия. Да-да, ребят, до закрытия. В том же Китае, Тайване, Малайзии игра не прижилась. Народ из нее ливнул. После того, как проект облажался по всем фронтам, компания Innova решила локализовать его здесь. Давайте подумаем, почему. Недавно компания Innova объявила, что корейская команда разработчиков целиком и полностью посвятит себя российской локализации. То есть контент будет разрабатываться спецом под нашу локализацию. Но давайте мы сейчас не будем прыгать до потолка от радости, а хорошенько проанализируем эти заявления. Корейцы, от которых хер чего дождешься, которые никогда не ставили российских локализаторов на пьедестал почета, которые никогда не считали нужным прикреплять описание к своим иероглифическим патчам, вдруг объявили аукцион невидерной щедрости. С чего бы такая честь? Лично для меня ответ очевиден. Они потратили немало средств на разработку данной игры. А когда она провалилась, то надо было как-то отбивать свои бабки. И тут появляется российский локализатор, который предлагает забить на все и пилить контент исключительно под российскую аудиторию. Разумеется, от такого предложения отказаться сложно. Особенно, когда вся команда BlueSide Studio живет на дошираке. А тут предложили жареную курочку, да еще и с корейской морковкой. Но что-то пошло не так. Первый альфач в России это просто без комментариев. Играть было невозможно. Но зачем столько тестирований для проекта, который же обкатан во многих странах? Это непонятно. Логично предположить, что у них долгое время возникали технические проблемы, которые они не могли решить. Череда альфа и бета-тестирования, а также бесконечное откладывание УБТ – это яркое тому подтверждение. Окей. 11 апреля Мир Берсии должен был открыть свои врата для обладателей наборов раннего доступа. За 3,5 косаря. 3,5. По официальному заявлению ИНОВЫ, сервера должны были открыться в 10 утра по московскому времени. Затем появилась новость, что старт перенесен на 15 часов. Затем на 17. Затем еще на час. 20 часов написали, что запустят в 21. И только в 10-м часу людей запустили. Это классика российских ОБТ. Представляю, как горел пукан у тех, кто взял больничные, отпуска или даже похоронили своего мнимого дедушку, которого у них никогда и не было, чтобы стартануть пораньше. Далее у некоторых людей возникли проблемы с ошибкой 10.73. Оказалось, что при старте игры необходимо отключить СКО бут в биосе. Ребята, это просто нонсенс. Я понимаю, когда еще в Windows надо подколдовать, там отключить брендмауэр или антивирус. Но биос, Карл, это же просто пиздец. А теперь давайте почитаем, за что отвечает этот самый СКО бот. СКО бот представляет собой функцию UEFI, предотвращающую запуск неавторизованных операционных систем и программного обеспечения во время запуска компьютера. Почему игре требуется отключение данной функции, непонятно. Поехали дальше. 20 марта на официальном форуме Fogame была опубликована новость о тестовом запуске игрового магазина. Игрокам предлагали приобрести что-нибудь в шопе для проверки игрового магазина. Средства, потраченные на проект во время тестирования, должны были вернуться на счет Fogame после закрытия финального ЗБТ. То есть вывести их себе на карту вы не сможете, только потратить на любой другой проект и новый. ЗБТ окончилось 10 апреля. 11 началось УБТ. Но средства на счет так и не поступили. Игроки взревели и стали требовать свои средства обратно. Сейчас я предоставлю вам скриншоты одного игрока, который за период тестирования вдонатил в игру 17 тысяч рублей. Данные деньги были потрачены менее чем за месяц игры. Устория умалчивает о том, что можно сделать в этой игре за такие деньги, ну если она бесплатна и в ней косметический шоп. Это скриншот микротранзакций всего одного человека. Но он является участником гильдии. А в гильдии он донатил не один. Далее служба поддержки Fogame ответила, что средства поступят на счет в течение недели. Но люди побоялись кидалова. И некоторые игроки попросили свои банки отозвать эти деньги на счет банковской карты. 12 апреля в официальной группе Kingdom on the 5 ВКонтакте была выложена новость о том, что в течение дня все средства, потраченные на ЗБТ, должны вернуться на счет Fogame. Предполагаю, что задержка средств вызвала бомбардировку службы поддержки, а также напрягла игроков, многие из которых хлебнули из горького опыта прошлых проектов. Но как показывает практика, время ничему не учит таких людей. С одной стороны, я, конечно, поржал над этой новостью, потому что ничего нового от российских локализаций я давно не жду. А с другой, я поставил себя на место этих игроков. Мы уже знаем про подписочные сервера от GameNet, про возвращение средств от Blass и так далее. Беда еще состоит в том, что когда вам предлагают что-то потестировать с обещанием вернуть средства, то это только обещание. То есть никакого договора с крепленного подписями и печатями у вас нет. Фактически вы участвуете в этой сомнительной акции на свой страх и риск. Но, как говорил кот Базилио, пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Кстати говоря, пока вы смотрите это видео, у некоторых игроков, купивших самый дорогой набор раннего доступа, по-прежнему сохраняется проблема со входом в игру. Помимо прочего, сами локализаторы выявили порядка 10 ошибок, встреченных на открытом бета-тесте. Если раньше такие косяки можно было прикрыть фиговым листочком альфа и бета-тестирования, то по прошествии полугода возникает резонный вопрос. А чем вы там занимались? Конечно, сейчас сюда набегут те, кто будет произносить слово бета-тестирование как отчий наш. Сегодня модно прикрывать свою криворукость и непрофессиональность этим мистическим словом бета. Ну а ру-комьюнити сделает все остальное дело за вас. Если нужно будет оправдать убийство или сатану, то они сделают и это. Какие игроки, такие у них игры. Таких блогеров они и смотрят. Поскольку они нуждаются в лидере, который сможет объединить их с жалкие чаяния, погладить по головке и сказать, что ну вы не идиоты, вы не идиоты. Таким лидерам заносят за правильные обзоры. Таких публикуют в официальных группах проектов. А все почему? Ну ведь деньги-то не пахнут. Давайте подведем итоги. Проект Kingdom on the Fire 2 находился в тестовом режиме полгода. Люди, которые заплатили 3500 за ранний доступ, не получили этого доступа в полном объеме. Деньги, потраченные во время тестирования, не были выданы сразу после его окончания. Локализатор выпустил протестированную игру с ошибками. Причем как при запуске игры, так и внутри нее самой. О чем сам и сообщил в своих официальных источниках. И все это происходит с продуктом, который вышел на рынок ММО игр далеко не вчера. Обратите внимание, я апеллирую только голыми фактами. Надеюсь, их будет достаточно, чтобы выбрать для себя иной путь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео в социальных сетях. С вами был Иной. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok